Вдвое снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и увеличить пенсии военным пенсионерам. Об этом сегодня говорили с людьми оппозиционеры. Встречу провели в Светловодске Кировоградской области. Все подробности в материале. В Светловодске в центре города собрались местные жители. Пришли на встречу с депутатами от оппозиционного блока. Больше всего людей угнетает то, что им приходится не жить, а выживать. Зарплаты низкие, пенсии мизерные. Александра Мостовик говорит, 30 лет проработала на местном предприятии. Женщина не понимает, почему цены в магазинах привязывают к курсу доллара, а пенсии нет. Мне было 1280. То есть, когда 8 долларов было, то было 150 долларов. Я не прошу больше. Дайте мне так же, если вы приравняли к пенсии. 150 долларов пусть у меня будет сейчас пенсия. Но, увы, мне вообще не добавили ни копейки. Пенсии и зарплат катастрофически не хватают. Тарифы на коммуналку улетели в космос. Цены на продукты зашкаливают, жалуются люди. Семья Людмилы Ткаченко треть всего бюджета тратит на оплату комуслух. У меня и внуки, и дети. Всех нужно помыть, обстирать. Даже в те же рамки субсидий, которые нам дают, мы никак не помещаемся, не вкладываемся. Лидер оппозиционеров Юрий Бойко выход из ситуации видит снижение тарифов вдвое. Сегодня тарифы надзвичайно большие. Люди не могут их сплачивать. И люди справедливо вимагают уменьшения коммунальных тарифов. Что такое подвищение тарифов? Это снова виток, снова стрибок сен, снова подвищение цен, снова подальше заблажение людей. И люди это понимают. Люди не читают, они понимают, они размышляют. И видят, как и антинародную политику в частине тарифов сегодня проводят Юрия. Это главное вопрос, которое турбует людей сегодня. Можливое подвищение тарифов. Снизить тарифы на коммуналку, объясняет Юрий Бойко, можно будет отказаться от субсидий. А деньги, которые на них выделяют, направить бывшим сотрудникам силовых структур. На всех субсидий не足ит. Если заложили в бюджет сегодняшний кілька субсидий, то уже понимали, что их не хватит, так же, как не хватило в прошлом году, когда 15 миллиардов гривен не хватило на субсидии. Наша фракция будет требовать уменьшения тарифов в два раза. Так же, как мы требовали при принятти бюджету на 2018 рік. Потому что, если уменьшить в два раза тарифы, то будет уменьшение, соответственно, необходимо субсидий на 28 миллиардов. Это извиняются деньги, которые можно направить к минимуму на выплату пенсии висковослужбовым пенсионерам. Оппозиционеры обеспокоены и ситуацией с бюджетниками. По словам народных депутатов, они часто слышат от чиновников, что зарплата учителей выросла. Вот только растут эти цифры лишь на бумаге. А на самом деле и медики, и преподаватели едва сводят концы с концами. Учитель, который заканчивает институт, он получает порядка числами до 3000 гривен. То есть это зарплата, которая никуда не годится. Поэтому такое общение с людьми добавляет, скажем так, прагматизма. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер, Кировоградская область.